Особое мнение на 101FM Мы в это время были в Москве Нападение на нашу коллегу Татьяну Фельгенгаур Прямо в редакции Эхо Москвы Сейчас уже мы видим в новостях Что Пресницкий суд арестовал на 2 месяца Бориса Грица Но после этого нападения Было очень много чего написано и сказано И в прессе, и в интернете, в соцсетях И писали о чем угодно От мнения, что это был маньяк И все это издержки публичности И журналистам надо быть готовым к таким историям Потому что больных людей много ходит вокруг И до сюжетов на федеральных каналах Про либеральных СМИ, которые разжигают ненависть Их обсуждали, мы помним эти все сюжеты И на НТВ, и на Россия-24, и на Россия-1 И прочее На Россия-1, не на Россия-24 Вот сегодня Дмитрий Песков Буквально сейчас прокомментировал Прокомментировал Вот такое мнение Что сюжеты на центральных каналах Разжигают ненависть Он сказал, что Он сказал, что Не нужно здесь искать Каких-то таких подводных течений И назвал Все, что произошло Поступком безумства Выразив сочувствие Татьяне И всему коллективу радиостанции Собственно говоря Ваша реакция на всю эту историю О чем в первую очередь подумалось Когда вы об этом узнали Насколько я понимаю Есть две основные версии Которые при этом рассматриваются Первая Это профессиональная деятельность И собственно говоря Нападение связано с ней Вторая Некая там личностная Личностный конфликт Или бытовой Но вне зависимости от того Что стало причиной Это во-первых А. Как бы то ни было Уголовное преступление Нападение на человека С причинением серьезного вреда здоровью Ну и Б. Это нападение на журналист Журналист в этом смысле Для меня является Неким Неким особым Объектом Подвергающимся нападению Здесь можно адресоваться И к стереотипу Четвертого типа власти Вернее четвертой ветви власти Да У нас как известно Собственно говоря Нападение на представителя Органа власти Является Оттягчающим обстоятельством В случае с журналистами Я считаю Что речь идет о нападении Даже не конкретно на человека А на некоторые Некоторые принципы Некоторые Видения жизни И некоторые представления О том что происходит Которые озвучивают Этот журналист Соответственно Эта позиция Формулируема Не только по отношению К нему А по отношению Вот К той аудитории К той категории людей Которые себя Ну которые этого журналиста Слушают Читают Или смотрят И Человек Тем самым Через нападение На журналист Пытается высказать Свою Проявить свою позицию Вот по отношению К этой аудитории Ну Насколько я знаю Статистику Профессия журналиста Вообще является Одной из самых опасных В мире По международным данным И Здесь Я помню Что некоторое время назад После нападений На Московских журналистов Поднималась Тема О Ужесточении ответственности Связанной с этим Наказание О Придании Того самого Некого Особого статуса Журналисту Как Некой охраняемой Персоне Может быть Особо охраняемой Я с этим согласен Потому что Журналист В силу своей Профессиональной Деятельности Должен Должен иметь Большие Гарантии Собственной безопасности Потому что Выступает Неким Выразителем Или неким Корреспондентом Между Происходящим И обществом Что же касается Роли Центральных Каналов Ну или там Телевизионных Каналов Я бы не назвал Это разжиганием Ненависти В том виде Вот Которым Это сформулировано Но Отрицать то Что СМИ Тем более СМИ Имеющие Большой охват Вещания Или распространения Формируют настроение Ну от этого Наверное Вернее С этим Наверное Никто спорить не будет Другой вопрос В чем эти настроения У людей проявляются Я подумал Знаете о чем Вот Два таких Примера Некоторое время Назад Еще в Советском Союзе В Общественном Транспорте Над одной Из дверей Было написано Выхода нет Помните Или не помните Уже В Советском Союзе В каждом Учреждении Была такая Дверь Это было В автобусах То есть Через одну дверь Можно было выходить Через другую Нет В метро В частности Было Значит И По исследованиям Психологов Убрали эту надпись Потому что Надпись Приводила людей В состояние депрессии Доводила до самоубийства Проанализировали Несколько случаев Самоубийства Пришли к выводу Что человек Увидев эту надпись Каждодневно Ее увидя Выходя Вот приходил К этому С одной стороны Те кто написал Эту надпись Никакой ответственности За эти самоубийства Не несут С другой стороны Именно это стало Причиной того Что человек Так поступил Еще более простой Пример Собственно говоря Знаете Зачастую Мерцающие лампочки В помещении Уже Общеизвестно Что Мерцающий свет Провоцирует Эпилептический Приступ Ну опять же Электрик Который должен был Заменить лампу Вроде как Не виноват Но однако Человека Это спровоцировало Вот на мой взгляд Ведь это все Профессиональное сообщество Что бы мы не считали О качестве контента Федеральных каналов Там и все Но это профессиональное Сообщество журналистов Каждый должен Понимать Что Ну вернее Есть ли оно Вот Каким вопросом Какой вопрос у меня возникает Есть ли та самая Журналистская Там солидарность Или хотя бы Понимание Или же Оно априори Отсутствует Если одни коллеги Позволяют себе Там Вот такие Формирующие настроения Или побуждающие К чему-то вещи В отношении других И В этом смысле Конечно Нужно Стороннее вмешательство Как я уже сказал Необходимо Более Защищенный статус Журналиста В случае Осуществления Профессиональной деятельности Но мне кажется Это и в том числе Вопрос К Профессиональному сообществу С точки зрения Вот этой Внутренней культуры Внутри Кто такие журналисты Кто может называться Журналистом Что определяет Является человек Журналистом Или нет Не знаю Вот Может быть Вы мне скажете Но я этого диалога Не вижу И Дискуссии этой Тоже не вижу А Претензий к журналистике Вопросов к журналистике Очень много И у общества И у органов власти И у самих журналистов А дискуссии не видно Дискуссия Она развивается Но все-таки Она развивается Может быть Не здесь у нас В региональных СМИ Конечно же Она развивается На федеральных Там каналах И она теперь ушла В соцсети По большей части Естественно И те кто подписан На журналистов Ведущих И на ведущие СМИ В соцсетях В фейсбуке В особенности Они это все видят А результаты Дискуссии Хотела Я про это же сказать Потому что Те журналисты Которые верстают Подобные сюжеты А сюжеты И мне тут есть Как главный редактор Оригинальной радиостанции На что пожаловаться Потому что Когда Всех огольно Под одну метелку Метут И говорят Что мы Существуем На какие-то странные Иностранные Грантовые деньги И что глупость Абсолютная И полная Потому что Достаточно проверить Документацию Но никто их не накажет Он центральный канал И мы знаем про это Потому что Достаточно вспомнить Историю СТВ-2 Из Томска Ну все Если есть задача То бизнес уничтожит Поэтому Даже речи Никакой быть не может Ты можешь только продолжать Работать И делать свою работу Качественно Вот и все А тут Да Да-да-да Слушаю А тут просто По этому поводу Хочется только одно сказать Что Коллеги Которые делают Подобные сюжеты Позволяют себе Такие вещи делать Из искренних Липобуждений Или за деньги Должны помнить Что придут За каждым Вот Каждый В итоге Получит Вести себе Что-то в ответ Вот ситуация Может вернуться Ровно Да Бумеранг Он возвращается У нас сейчас перерыв Буквально на полминуты И вернемся в студию С особым мнением Андрей Усенко Продолжается программа Особое мнение У микрофона работает Светлана Занько Особое мнение Сегодня высказывает Андрей Усенко Член общественной палаты Российской Федерации И именно в этом статусе Сейчас я вас оставлю Без второй должности Потому что мы будем Говорить о совещании Которое прошло В Москве Вот буквально сегодня Вы вернулись И мы знаем Что Вот не зря Вас выбирали В общественную палату Андрей Леонидович Потому что Вы всегда Были пламенным Можно сказать Приверженцем Того что делает Общественная палата И считали По крайней мере До сего дня Не знаю может быть Что-то другое Сейчас вы мне скажете Вдруг с разочарованием Приехали Что вопросы Которые обсуждаются В общественной палате Российской Федерации Они очень глубокие Серьезные И системные В общем вопросы Принятие которых Властями В случае Если что-то Предложено Общественной палатой Могло бы Безусловно Работать на пользу Общества Вот какая Задача Стояла перед вами Нынче на вашем Заседании Ну Начну с Приятного Приятной Реплики Хочу вас И всех наших Коллег Да и собственно говоря Всех заинтересованных Граждан поздравить С восьмилетием Общественной палаты Кировской области Которая состоялась Ровно вчера Присоединяюсь Собственно говоря 8 лет Хороший достаточно Уже срок За который Можно Многое Что было сделано И Многое Что было Наработано Что касается ОПРФ Действительно Вчера были Общественные слушания Достаточно Специфическая Даже специализированная Я бы сказал Тема Оценочная деятельность Но Что отличает Общественную палату России От региональных палат Что Наиболее Мне за полгода Членства ОПРФ Бросилось в глаза Общественная палата России Занимается Столь широким Спектром Тем Которые Здесь Нам в регионе Конечно Представить Очень сложно То есть Если Может быть Как-то Масштабно Сравнивать Это На порядок Разница Если не На два Порядка При этом Совсем Не обязательно Что Та тема Которой Ты занимаешься В рамках ОПРФ Она связана Напрямую С твоим регионом Потому что Спектр тем Очень высок Очень широк Мы Разделяем их В первую очередь По тематическим Направлениям Комиссии Соответственно Я как член Комиссии По экономике С правом решающего Голоса Введу ряд Экономических Вот этих Тематик И собственно Оценочная Деятельность Туда попала Это первое Второе Это то что Содержательность Мероприятий Содержательность Дискуссии В ПРФ Это было и в предыдущем Созыве Который я знал Достаточно хорошо И это то что я вижу Ну Надо сказать Гораздо глубже Надо сказать Гораздо глубже Потому что В этих дискуссиях Принимает Большое количество Участие Большое количество Не только Представителей Органов власти Они приходят туда Надо отдать должное Практически В обязательном порядке В отличие от того Что сейчас происходит В нашей регионе Вот И Что очень немаловажно Большое количество Компетентных Представителей Общественных Объединений Вот именно Компетентных Тех кто разбирается В вопросе Тех кто приходит Не просто С С проблемой А с Предложениями По ее решению И идет Хорошая Содержательная Дискуссия Двух позиций Которые Имеют место Быть И которые Можно сближать Потому что Они действительно Содержательные Сейчас Усенки нам Рассказал Что он Не зря Приездит В Москву На заседание Общественной Палаты Российской Федерации И я не слышала Никаких ноток Разочарования Что касается Оценочной Деятельности Давайте Как-то Расскажем Это так Чтобы нам Стало понятно Что нас Каждого Это касается Я постараюсь Очень коротко Оценочная Деятельность Там вроде Как специализированная Такая сфера Но Любые сделки С недвижимостью С большинством Движимого Имущества С какими-то Правами Наследования Или еще чего-либо Они связаны Тем более Ведение бизнеса Они связаны С процедурами Оценки Либо имущества Либо недвижимого Имущества Либо бизнеса В целом Государство В шестнадцатом Году Решило Ни с того Ни с сего Взять И провести Абсолютно Полную Переаттестацию Всех оценщиков Которые действуют На этом рынке Примерно В форме ЕГЭ Так скажем Разработан Список вопросов И оценщики Должны сдать экзамен Поэтому Вот этот Квалификационный Экзамен Причем Государство Затянуло Со сроками Сдачи То есть Сдача должна Была начаться С начала Семнадцатого Года Реально Началась В середине Августа А сдать Должны все До Первого Апреля Иначе Ты не получаешь Квалификационный Аттестат И не имеешь Права Заниматься Оценочной Деятельностью На данный момент Пройдено Порядка Семьсот Человек Прошло Эту процедуру А общее Количество Оценщиков По нашим Оценкам Двадцать две тысячи Ого И вот Собственно Гля Мы вчера Минэкономразвития Которая Присутствовала На нашем Мероприятии И уполномоченная Организация Которая Занимается Сдачей Этого экзамена Мы их спрашивали Что собираетесь Делать Люди Не успеют Они пытались Нас уверить В том Что они успеют Все сделать Сейчас переведут Экзамен В электронный вид Потому что Сейчас это сдается На сорока листах Бумажными Тестами Пытаются Выехать В регионы Потому что Пока что Экзамен Можно сдать Только в Москве Например Для жителей Для оценщиков Урала Дальнего Востока Это превращается Просто в очень Расходное Накладное Мероприятие И Мы задавали Массу вопросов На которые К сожалению Вразумительных Ответов Не получали Все Объяснялось Тем Что мы Хотим Навести порядок Есть много Недобросовестных Недобропорядочных Оценщиков Наш вопрос О том Каким образом Они будут Отсеяны Через Квалификационный Экзамен Было непонятно Ну и там Много чего Минэкономразвитие Придумывало Потому что Этот экзамен Надо сдавать Раз в три года А он платный Этот экзамен Это он платный То есть Ты должен заплатить За это деньги 22 тысячи Оценщиков Должны заплатить По 6 тысяч рублей За сдачу экзамена Плюс Накладные расходы Каждые три года Ну и собственно говоря Может быть ничем бы все Не завершилось Если бы мы вот так Просто поговорили Но мы понимали Что это регулируется Законом И для того чтобы Это изменить Необходимо вносить Изменения в закон Мы пригласили на это Заседание Первого зампреда Комитета Госдумы По бюджету и налогам Катасонова Сергея Михайловича И вот он Сидели мы с ним рядом И он на все это смотрел Потому что сегодня Мы почему проводили вчера Сегодня в Госдуме Проводится как раз Слушание по поводу Внесения изменений В это законодательство Он на все на это сидел Три часа шло мероприятие Два часа он на все На это смотрел Потом попытался Задать сам Несколько вопросов Минэкономразвития В конце сказал Ну я собственно говоря Понимаю что Во-первых А. Минэкономразвитие Не провело никакого Диалога с бизнесом Предварительно Совершенно Во-вторых Б. Ни один аргумент Или вопрос оценщиков Которые были озвучены Ответа не нашел А. Главным аргументом Вернее главным предложением Главным вопросом Было Перенесение сроков Сдачи экзамена На 1 января 2019 года Потому что Если государство 8 месяцев Не обеспечило Возможность Сдавать экзамен Так вы на эти же 8 месяцев И сдвинете В общем Зампредкомитета Госдумы сказал Что я не вижу Вообще никаких Собственно говоря Сложностей Из-за чего Здесь так все Это срочно горит И я надеюсь Вот сегодня После обеда Где-то в 14 минут Должны быть Слушания в Госдуме Я надеюсь Что наши законодатели В том числе На основе Того Содержательного контента Который мы дали им вчера Примут решение О переносе этой даты Дальше можно будет Уже настроить Те вопросы Которые есть Потому что Оценочное сообщество Готово к этому диалогу Оно понимает Необходимость Определенного Государственного регулирования Но не в таком Не в такой форме Вчера Один из выступающих С презентацией В качестве Конечного слайда Достаточно известную картинку Из интернета Показал Когда знаете Огромное поле Стадо овец Одни маленькие ворота И вот это все Огромное стадо Пытаются В эти ворота Загнать Вот в такой ситуации Оказались оценщики Чем это грозит По большому счету Если ничего не изменить То скорее всего Оценщиков на региональном уровне Останется гораздо меньше Что происходит Когда Уменьшается количество Тех Кто оказывает услуги Мы понимаем А цены станут выше Растут цены И затрудняется Собственно говоря Доступ к этой услуге Скажется на всех Да абсолютно на всех Потому что В той или иной степени В то или иное время Мы все К услугам оценщиков Обращаемся Начиная с ОСАГО Простейшая История Заканчивая Продажей бизнеса В целом И его оценки В общем Мы К сожалению В данном случае Минэкономразвитие Повело себя Очень странно Потому что На все наши вопросы Кто писал эти вопросы Почему они в закрытом виде Нигде нет перечни Этих вопросов Что вообще мне кажется Традиция сейчас власти Все закрывается Мы работаем Ребята На благо государства Да тот аргумент Который мы понимаем Та причина Которую мы понимаем Это такой достаточно Серьезный передел рынка Вчера мы продолжили Разговор После завершения Уже точно такая же ситуация Сейчас обстоит С аудиторскими компаниями Не исключено Что еще ряд С отраслей Это коснется А вообще Судя по всему Все идет к тому Что государство Пришло к мнению О том Что механизм Саморегулирования Вводимый Некоторое время назад На который Уповали Как на Механизм Который Не потребует Вмешательства Государство И что называется Профессиональные Участники Рынка Сами все Отрегулируют Он по мнению Государства Не работает А по мнению Участников Рынка В чем-то Они соглашаются Потому что Мы с вами знаем Что такое СРО Видели Некоторое время Назад Что такое СРО В строительном Секторе Когда они Наплодились В неимоверном Количестве Есть эти вопросы И в других Отраслях Но давайте Опять же Вспоминать Что Это не происходит За три года Тот опыт Европейский На который Ссылаются Наши Руководители Которые Органов власти Которые Надеялись Что механизм Саморегулирования Будет работать Он же Очень эволюционный Это еще идет С тех самых Гильдий Купцов Или Мануфактурщиков Которые В 18 веке Закладывались И это сейчас В Италии Условно говоря Ты не имеешь Права работать Если ты не состоишь Членом гильдии Не знаю Владельцев кафе Если тебя Из нее Исключили А у тебя Отец и прадед В ней состояли То ты не имеешь Права вести бизнес Это долгая история Которую надо формировать А не метаться Туда сюда Потому что Если сейчас Отменить регулирование Самостоятельное СРО Это надо возвращаться Опять к лицензированию То Похоже К этому Все Идет Судя по ощущениям Да Потому что То что касается Например Аудиторов Там За дело Очень серьезно Взялся Центробанк Ну представьте Там Несколько Аудиторских Компаний Которые действуют У нас в регионе Сейчас Речь идет о том Что аудиторская Компания Должна в своем Штате Иметь Минимум 12 Аудиторов Я не уверен Что у нас Всю Кировскую область Такое количество Аттестованных Аудиторов Наберется И уж точно В одной компании Этого нет Зачистка рынка Под благими намерениями Но мы понимаем Что это идет Передел рынка В пользу Крупных компаний Причем в данном случае Москвичи В открытую говорят Что это идет Передел в пользу Большой четверки Ни одна из которых Русской компанией Российской компанией Не является Давайте их назовем КПМГ Дилоид Четыре все не помнят Общеизвестная Большая четверка Аудиторского рынка И все это Международные корпорации И еще раз повторюсь Ни одна из них Не имеет российского Происхождения Да они имеют Здесь филиалы Но это не российские компании А беспокойность Есть Есть Ну вот С точки зрения Например может быть Региона нашего Моего членства ВПРФ Может быть не столь Весомая проблема Которой надо заниматься Но система Организации работы ВПРФ Устроена несколько иначе То есть мы берем темы Которые важны Для страны в целом Для всей федерации И делим их Не деля по регионам Вот такая история Да мы будем смотреть Как развиваются события Но вот сегодняшнее уже Заседание Государственной Думы Что-то нам покажет Насколько Депутаты Госдумы Способны Услышали Услышали и способны Собственно сказать Своё нет Там или да В какой-то инициативе И весна будет Показателем того Сколько у нас останется Оценщиков на этом рынке Правильно? Ну по сути да Хотя мы конечно Очень надеемся Что там Срок будет перенесён И возможность Будет предоставлена всем Потому что Ну там вот Возникает целая масса Специфических вопросов Вплоть до того Что делать женщин Которые находятся В декретном отпуске По уходу за ребёнка Почему мы ограничиваем Их права на сдачу Там этого экзамена Почему они из Хабаровска Должны сюда В Москву лететь Вообще потрясающе При таком развитии Технологий Которая имеет наша Жутко отцифрованная Высокой степени Отцифрованная страна Я в этом смысле Хотела сказать Жутко Не смогла перевести Всё это в электронный вид И тогда можно было Это всё сделать За одну неделю вообще До сих пор Сдают на бумаге А сдача в регионах Которая сейчас говорится По их мнению Требует личного присутствия Собственно говоря Представителя Вот этого Очень полномоченного Учреждения Потому что Как они говорят Мы не в состоянии Обеспечить безопасность Передаваемых данных Мы говорим Слушайте Блокчейн на пороге С биткоином А вы до сих пор Шифрование Реализовать не можете При том что Денег на это угрохано Уже тоже там Достаточно много Где же Где же Эти пресловутые Высококвалифицированные Русские хакеры Которые не могут Обеспечить безопасность Выборы в других странах Все заняты на выборы В других странах Прервемся сейчас Буквально на полтора минуты У нас реклама И продолжится Особое мнение Андрея Усенко Особое мнение На 101FM Продолжается программа Особое мнение В микрофон Работает Светлана Занько Особое мнение Сегодня высказывает Член общественной палаты Российской Федерации От Кировской области Вице-президент Торгово-промышленной Палаты Андрей Усенко Мы, Андрей Леонидович Можем чуть-чуть Продолжить Тему бизнеса Потому что Нам предстоят Я не очень понимаю Процедуры Вы мне сейчас напомните В общем Должна произойти Перевыбор И переназначение Бизнесом Бутсмена Мы помним Что на этой должности До сего момента Оставался Андрей Вавилов Андрей Николаевич Часто бывал В нашей студии И вот вчера Правительство Должно было назвать Нам собирались Они назвать Фамилии тех кандидатов Которые Борются за Вот это место Мне вообще Само наличие борьбы Очень порадовало Я не знаю Что борются за место Бизнесом Бутсмена Фамилии не были названы Я опасаюсь Что и вы не знаете Причины Почему они не названы До сих пор Ни причин Ни фамилии Собственно говоря Знаю что обсуждается Что витает Что называется В воздухе Но перечня Фамилии Списка фамилий Не знаю Дорогие слушатели Это примечательно Потому что перед нами Вице-президент Торгово-промышленной палаты В общем человек из бизнеса И представитель бизнеса Здесь Единственное что могу сказать Надо посмотреть Регламент на процедуру Которая предполагает Собственно говоря Вот этот процесс Выдвижение Или назначение Единственное что Я знаю то что было озвучено Это то что до 20-го числа До 20-го октября Идет выдвижение Кандидатур Сегодня 24-го В порядке самовыдвижения В порядке там Рекомендаций Каких-то Делегирования Есть ли По этому регламенту Там Обязанность Озвучивать Этот список Не могу сказать И прокомментировать Не знаю Тогда я бы хотела Что вы прокомментировали То Насколько Институт Бизнес-имбудсменов Прижился В Российской Федерации И в Кировской области Насколько он себя оправдал Ну давайте Отвечу сначала На первый вопрос Согласно процедуре Что дальше будет происходить Насколько я понимаю После собственно говоря Выдвижения Кандидатур Будет То есть Ну там Трехступенчато Там сначала Определяется С кандидатурой Губернатор Согласовывает Ее с Титовым Федеральным Обузменом И выносит На утверждение Законодательного Собрания Вот такая Трехступенчатая Процедура После чего Собственно говоря Там человек Назначается На должность Что касается Самого института Ну Не буду отрицать То что Ровно в этой же студии Некоторое время назад Я говорил о том Что На мой взгляд Вообще Существование Уполномоченного Имеет смысл Только в отношении Уполномоченного По правам детей Что это Те Кто сам Свои права Точно защитить Не может Зачастую Оказывается Ситуация Когда их Защитить Некому В силу Тех или иных Жизненных Коллизий Все остальное Выглядит Достаточно Странно Потому что От кого Защищать Меня всегда Интересовал Этот вопрос От кого Защищает Уполномоченного По правам Человека От кого Он защищает Этого человека Ну как От кого От излишних Ретивых Налоговых Инспекторов От непонятных Решений Которые Члены Госдумы Принимают От Министерства Экономразвития Которые Вы рассказываете Странные А чиновников Которые Некомпетентные Или Ленивые Или еще Что-нибудь Я понимаю Ответы На эти Вопросы Но они Самого Меня Вводят В определенный Ступор Потому что Я не понимаю Когда один Государственный Служащий Защищает Меня От другого Государственного Служащего Не понимаю Я почему Первый Вернее Второй Вот этот Государственный Сразу Не может Выполнять Свои Обязанности Так Чтобы Они Были В моих Интересах Ведь Собственно Это И есть Цель И смысл Деятельности Государства Однако Как раз По причине Того О чем Я вам Говорил В отношении Вчерашнего Мероприятия В Москве Видя Что происходит В Государстве Среди Органов Всполнительной Власти Тем Паче Среди Контрольно-надзорных Структур Я понимаю Что Тут Может быть И одного Уполномоченного Мало Ну вот так Тоже Потому что Сколько у нас Там Порядка 40 тысяч Субъектов Предпринимательской Деятельности В регионе И один Уполномоченный Понятно Что есть Общественное Объединение И в данном Случае Я считаю Что и на Федеральном Уровне И на Региональном Уровне Некое За время Действия Вот этого Закона За время Существования Института Уполномоченного Сформировалась Определенная Система Работы Каждой Из этих Структур Уполномоченных Общественных Объединений Органов Власти Потому что Есть Было По крайней мере До вчерашнего Дня Министерство Развития Предпринимательства И торговли Которое Тоже Занималось Защитой И продвижением И отстаиванием Прав Предпринимателей Вот эта Система Сложилась И на федеральном Уровне И на региональном Уровне Бизнес Омбудсмен Так называемый Занял То место Которое Собственно В этой Системе Предварительно Обсуждалось И скоординировалось И свой Функционал Выполнял А торгово-промышленную Палату Все-таки Спросит Губернатор Прежде чем Будет предлагать Кандидатуру Я думаю Что да Конечно Собственно Процедура Предполагает Консультации С общественными Объединениями Потому что Странная Будет ситуация Если Сам бизнес В лице Этих самых Общественных Объединений Свою позицию Не сформулирует Посмотрим Как сложится Эта история Все-таки Хотелось бы Внятной Какой-то позиции По этому поводу От правительства Тоже услышать Но мы будем Следить И будем Конечно Звонить И узнавать Кто все-таки Выдвигается И с какими целями Хорошо бы они Вообще пришли Рассказали Зачем им Эта должность Чего они Собираются Там делать Мы кстати Вот сейчас Я прямо Через Наш прямой Кирок Пожалуйста Все кто Выдвигается В бизнес Омбудсмены По Кировской области Я предлагаю Вам время В студии Нашей радиостанции Чтобы вы рассказали Какой вы видите Свою работу Хочу перейти Ко вчерашнему Круглому столу Который прошел В правительстве Кировской области Там были Представители Правительства Во главе С Игорем Васильевым Нашим губернатором Были представители Администрации Города Кирова Во главе С Еленой Ковалевой Представители Общественной палаты Круглый стол Собственно По инициативе Общественной палаты И состоялся Много о чем Там есть поговорить Время у нас Только поджимает И я поэтому Хочу вас попросить Прокомментировать Одну историю Которая произошла Там на круглом столе Там выступил Илья Шульгин Илья Шульгин Который является Заместительным Представителем Правительства Насколько я помню Сейчас он является Он же называется Кандидатурой Для Кандидатурой На пост Главы администрации Города Кирова Там уже Три человека Выдвинулись Среди них Он Илья Шульгин Он не под В программе Не был прописан То есть Его выступление Там не предполагалось Он сам взял слово И речь его Поскольку я была Там на этом Круглом столе О чем фотографии Свидетельствуют Значит Речь его Мне показалось Мне показалось Была направлена На то Чтобы всем присутствующим Дать понять Что он разбирается В делах Муниципалитета Под названием Город Киров В частности Он привел Очень простые И яркие цифры Расходования Бюджетных средств Муниципальных Из расчета На одну живую душу В нашем муниципалитете Он сказал Что в городе Кирове Как ни странно Самые высокие затраты По сравнению Со всеми нашими соседями Потому что Если на человека Проживающего в Казани 16 тысяч расходуются И посмотрите В каком состоянии Казань Из расчета На одну душу Расходуется То у нас 24 И посмотрите Как развивается наш город И он сказал Что что-то здесь не так Нужно присмотреться В качестве расходования Этих самых средств Тут возникает Два вопроса Во-первых Догадывались ли мы Что средства На развитие города Тратятся неэффективно И второй Все-таки К вам Может быть со второго И начнем Иначе времени у нас не хватит Про эффективность Расходования денежных средств Отдельную программу Сделаем Можно ли рассматривать Выступление Шельгина Как презентацию себя В качестве будущего Главы администрации Как вы думаете Ну я к сожалению Не был Ввиду того Что находился в Москве Хотя с удовольствием Принял бы участие В этом мероприятии Но Да Илья Вячеславович Собственно говоря Там Заявил Свою кандидатуру В качестве Участника Конкурса На главу администрации Достаточно Логично Что В рамках Обсуждения Подобной темы Он Свою позицию Сформулировал Я думаю Что Такая позиция Может быть У любого жителя Областного центра Или даже Всей области Которые С той или иной Периодичностью Бывают В городе Рассматривать Как презентацию Ну Исходя из того Что вы сказали Думаю Что вряд ли Потому что Полноценная презентация Это вряд ли можно назвать Некая оценка Оценка происходящего Если говорить О конкретных цифрах Я думаю Сам факт того Что названо Там Большее количество денег Расходуемых В расчете На одного жителя В Кирове Чем в Казани Это уже показательно Потому что Это заставляет задуматься Ровно о том О чем он говорил Если говорить Об эффективности Ну Я думаю Что С одной стороны Мы должны сказать Что это там Дело оценки Компетентных органов С другой стороны Мы каждый Имеем свое Оценочное суждение Мы понимаем Что бюджетные средства Априори В силу целого Ряда Регламентов Обстоятельств И принципов Их расходования Расходуется Не с максимальной Эффективностью Ну если это априори То это не максимальная Эффективность В Казани Все-таки Меньше Чем у нас Наверное да Хотя опять же Здесь надо смотреть В динамике Мы же с вами понимаем Что если мы например На бытовом уровне В прошлом году Сделали квартиру И потратили на это Определенную сумму денег В этом году Мы этого ремонта Делать не будем И этих денег На квартиру Не потратим Если мы в прошлом году С вами сделали Все дороги Или там Вложились в Казани Во время тысячелетия Потом универсиады То нам этих денег Тратить не надо Мы можем потратить их В республике На другие цели Потому что мы понимаем Что в Казани Тратится на город Казань Республиканские деньги То есть сейчас речь идет Я бы посмотрел динамику О привлечении Федеральных средств В том числе Вы имеете Речь идет Об увеличении В любом случае Объема денег Которые мы расходуем На те или иные цели Да у нас в этом году Запланирован там Профицитный уже бюджет Но мы понимаем Что это такое Достаточно техническое решение Да Которое вызвано Сокращением необходимости Оплачивать федеральные кредиты И необходимостью выхода На бездефицитный бюджет Две задачи Равнозначные Равноценные Но Одна из них В приоритете Это развитие Собственного производства Развитие Собственной экономики Именно это Обеспечит поток Тех денег Которые можно будет На себя тратить Я боюсь Что через некоторое время Федерация Вот исходя из того Что происходит Придет Не просто К выделению средств А придет К конкурсному Выделению средств И придет К уменьшению Потому что Первый шаг Это сейчас Снизили необходимость Возврата бюджетных кредитов Я уверен Что следующим шагом Будет Снижение Федерального финансирования В принципе Что нужно будет сделать Региону Чтобы побороться За эти деньги Если будет конкурс Сможем ли мы там Выступать достойно Выступать достойно Заявлять проекты Выступать достойно И конкурировать С 84 Субъектами Российской Федерации И это будет Задать правительство Несомненно В том числе И бизнесы Конечно Но там Несколько иные механизмы Это задача Ближайшего будущего 2018 года Я думаю Что это задача 2018-2019 годов Все У нас закончилось Время Последний вопрос Планируете ли вы 26 октября В четверг Пойти на премьеру Матильды Или уже сходили В Москве Нет На премьере Не был Не уверен Что на премьеру Именно схожу Но фильм Посмотрю обязательно Андрей Усенко Его особое мнение Вы сегодня слушали Спасибо На микрофон работала Светлана Занько До свидания До свидания Особое мнение На 101FM